Хоккеисты авангарда проявили характер. Принципиальный поединок с московским «Динамо» сходу перешел в разряд сверхнапряженных. В начале матча, блокируя бросок, получил травму нападающей нашей команды Илья Михеев. Ястребам пришлось перестраиваться по ходу игры. Авангард запрягал весь первый период. Опасно подключился и угодил в штангу Юрия Александрова. Хлестко бросал вышедшее с капитанской повязкой Илья Зубов. Как только прозвучал сигнал к началу второй 20-ти минутки, Денис Паршин нашел свою точку в зоне соперника и точным кистевым броском в ближнюю девятку сорвал овацию болельщика. Двигаются ребята стали побольше. Больше осмысленных движений, так сказать. Ну, намного интереснее смотрят, потому что принципиальный соперник «Динамо». Наши хоккеисты раскатились. Буквально следом Александр Пережугин мог увеличить счет. Голкибер «Динамовцев» Александр Еременко выручил свою команду и дал партнерам шанс на контрыгру. Чем они воспользовались? На 30-й минуте защитник гостей Александр Осипов сравнял счет. Под занавес второго периода Пережугин на пятачке доиграл бросок Сергея Широкова. Соперничество обострилось. Нужно помогать вратарю самое главное, потому что один вратарь не сможет справиться с целой командой. Ну, против целой команды. Поэтому нужно сплотиться, где-то открыться, где-то сыграть от конька, можно сказать, на скорости. «Динамовцы» помогли своему вратарю. Поборолись за инициативу, надавили на ворота мячей. Серия удалений в нашей команде. 5 на 3. Ястребы выстояли. Вчетвером нет. Реактивный Артем Федоров добил с пятачка. Основное время 2-2. В овертайме «Динамовцы» были чуть ближе к успеху. В буллитах здорово сыграли наши хоккеисты. Юрий Петров и Илья Зубов реализовали свои попытки. 2-1 в серии, 3-2 в матче. Мы просто понимаем, что надо выигрывать. Таблицы все идут близко. Там от восьмерки не так далеко. Мы были на том месте до этого тура. Поэтому считаем, что это не наше место и должны подниматься выше. Каждый старается. Может, мне просто где-то больше повезло. Следующий матч в домашней серии. Хоккеисты «Авангарда» сыграют во вторник. Если бы сразятся с подольским «Витязем» Владимир Стомил, Андрей Кузьмин, Антенна Сиев.